Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Лина Зинатольевна и о картине дня. Сегодня из Камского детского медцентра выписали 11-летнего Артемия Иванова, пострадавшего при взрыве в набережных Челнах. По словам медиков, его состояние стабильное, здоровью ничего не угрожает. Его 17-летний брат остается под наблюдением врачей ДРКБ, куда он был транспортирован накануне. Молодой человек в сознании, у него травмы позвоночника и костей таза. Предстоит длительное лечение. Еще один пострадавший 70-летний мужчина сейчас находится в реанимации РКБ на аппарате ИВЛ. У него 85% ожогов тела. Артемию Иванову понадобится и помощь психологов. Очень тяжело было вообще. Боялся глаза свои закрыть. Вообще не спал. Вот эта вот ночь, когда нас сюда перевезли, мы не спали вообще. Сейчас как к старшим собираетесь? Сейчас, сегодня, завтра, уночь будет реанимация. Но вот мы постоянно на связи с врачами, постоянно разговариваем. А потом уж к нему. Очень благодарны так самого. Прям вообще. Никто от нас не отходил. Постоянно заходили, постоянно спрашивают. Постоянно вот ребенка полностью следовали. Мальчик был консультирован специалистами КДНЦ. Мальчик был консультирован специалистами, в частности, психологом. По результатам обследования, острая патология повреждения внутренних органов была исключена. В набережных Челнах сегодня простились с Адалиной Загриевой, погибшей в результате взрыва газа в пятиэтажке. Трагедия произошла в понедельник вечером. Были разрушены шесть квартир. Пострадали четыре человека. Адалину вытащили из-под завалов. Одно из последних. И врачи более пяти часов боролись за ее жизнь. Сегодня проводить последний путь ее пришли друзья, родные и коллеги. Все верили, что Адалина выживет. Это очень тяжело терять свою дочь в 22 года. У мечети Тауба сегодня многолюдно. Десятки людей объединило общее горе. Родные, друзья и коллеги прощаются с Адалиной Загриевой. Она была жизнерадостной. Ангелочек. На самом деле, всем помогала. Никому не отказывала. Открытая, приветливая, трудолюбивая. В ней не чаяли души родные и уважали коллеги. К своим 22 она уже успела три года поработать в структуре КАМАЗа. Она была очень приятной девушкой. Отзывчивой. Не слышала никогда, чтобы про нее кто-то что-то плохое говорил. Милая, приветливая. Отзывчивая, добрая девочка, которая, как уже говорили для всех, она любит обнимашки. Утро начинается с обнимашек, заканчивается обнимашками. Всем роковым вечером Аделина Загриева была дома. После взрыва газа ее придавило бетонными плитами. Под завалами она провела два часа. Аделина пережила клиническую смерть. Несмотря на все усилия врачей, скончалась на операционном столе. Я всех вас благодарю. Я желаю, чтобы вас не коснулась такая беда, как у меня. Родители признаются, за несколько дней до смерти Аделина обещала познакомить их со своим любимым человеком. Это единственное слово, которое она не сдержала. Ромель Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Набережные Челны. Семье погибшей Аделины Загриевой будет выплачен миллион рублей. Согласно постановлению правительства республики, пострадавшие при взрыве в Набережных Челнах, получат от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Также предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей и денежная компенсация утраченного имущества. Еще накануне руководство города провело встречу с жителями дома, которые озвучили свои проблемы. Из трех подъездов было эвакуировано 93 человека. Большинство сейчас живут у родственников, некоторые в гостинице. Когда люди смогут вернуться в свои квартиры и что для этого делается, узнал Дмитрий Аринин. Эта встреча проводится, она нужна для того, чтобы исключить какие-либо спекуляции. В зале жители 10, 11 и 12 подъездов, пострадавших во время взрыва. Это их первая встреча с городскими властями в таком составе. Как проинформировал собравшихся Илья Зуев, в доме продолжают разбор завалов и ведутся следственные действия. Произошло чрезвычайное происшествие, предположительно произошел взрыв газа в 11 подъезде. По каким причинам, в каком объеме установят следственный комитет. Сегодня многих жильцов интересовало, когда не смогут забрать из квартир вещи, школьные принадлежности, продукты питания и многое другое. Мы как приехали, нас вечером заселили в гостиницу. В принципе, говорю, вот пока приезжал, там не пускают. Окна разлетелись, разбились. Сейчас вот осталось все там холодина. Не знаю, что отваривать все будет, обои, потолочные плитки, все развалится, наверное. Сейчас ситуация такова. Как только в доме закончат разбор завалов, начнется обследование конструкций 10 и 12 подъездов. По итогам заключения экспертов примут решение о допуске или недопуске жителей в квартиры. Как только следственный комитет разрешит, естественно, допуск будет обеспечен. Либо в присутствии спасателей, либо в присутствии сотрудников следственного комитета, либо администрации района и города. Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Проверку проводит и прокуратура. Проводится проверочное мероприятие в отношении управляющей компании, в видении которой находится данный жилой дом в отношении организации эксплуатирующей газовую систему на предмет соблюдения установленных требований. Для помощи пострадавшим в городе создан специальный счет, куда любой желающий может перечислить средства. Средства, которые будут поступать на этот счет, в дальнейшем будет комиссионно приниматься решение, как их использовать на поддержку вам. Каждый вопрос жителей сегодня был записан. Каждое обращение рассмотрят индивидуально. Попросил, чтобы детям предоставили психолога, так как психологическую травму они в любом случае перенесли. Хотелось поблагодарить всем членниц, кто нас поддерживает морально, психологически, материально, конечно. Как заявляют в исполкоме, если следственные действия затянутся и вернуться в квартиры жителям 11-го подъезда не разрешат, город рассмотрит вариант более комфортного проживания, нежели в гостинице. Дмитрий Аринин, ТНВ, Набережная, Челны. В каком режиме в Татарстане будут работать крупные предприятия, учебные заведения, рестораны и фитнес-центры в период вынужденных ковидных каникул? Подробности станут известны завтра. Об этом во время прямого эфира о вакцинации и QR-кодах сообщил руководитель оперштаба Республики Лейла Фазлеева. Трансляция брифинга на нашем канале в 13.00. Напомним, указом президента России нерабочие дни с сохранением заработной платы вводятся по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Вся информация по тому, как в этот период работают учреждения непрерывного цикла, будет завтра и в рамках штаба по противодействию коронавирусной инфекции, и в рамках брифинга. Озвучено после подготовки документов. В Татарстане зарегистрировано 174 новых случаев коронавируса, 38 человек госпитализированы, большинство больных из Казани и набережных Челнов. По стране 36,5 тысяч новых инфицированных. В Татарстане за последние сутки от ковид привелись почти 26,5 тысяч человек. В Казанском Кремле президент Рустам Иниханов встретился с победителями Европейского чемпионата по профмастерству. Прошел он в конце сентября в австрийском городе Граце. Тогда сборная страны завоевала золото, в том числе и наши ребята. О перспективах лучших профессиональных кадров республики расскажет Алия Хрудинова. Пушечный двор Казанского Кремля. Сегодня здесь чествуют победители Евроскилз Грац. Чемпионат прошел в Австрии и сборная России завоевала золото. У татарстанских ребят 14 медалей, из них 7 золотых. Все конкурсанты получили колоссальный профессиональный и конкурсный опыт. Это неоспоримые преимущества в вашей дальнейшей карьере. Уверен, приобретенные знания, навыки будут полезны при решении производственных задач. А также станет премьером для ваших молодых коллег-конкурсантов. Дорогие друзья, ваша победа на Евроскилз 2021 – это высокая планка чемпионатного движения. Важно удержать ее совместными усилиями. Ровно месяц назад победителей встречали в аэропорту Казани. Первыми их поздравляли родители, учителя и друзья. Стать лучшими среди 400 конкурсантов из 31 страны удается не каждому. Сагдиана Рустамова стала первой в компетенции администрирования отеля. По заданию конкурса она на английском языке бронировала номера для гостей отеля в Дублине. Мы научились общаться с ребятами из других стран, мы потянули свой язык, мы потянули наши навыки. Конкретно у меня это администрирование отеля. Мы научились лучше понимать гостей, находить к ним подход. Этот чемпионат – это потрясающий опыт. После чемпионата мне предложили работу, как бы вот здесь в колледже. С чемпионатным опытом есть больше идей и возможностей для развития, в принципе, самой компетенции, как вот на российской ветке, так и на региональной. Поэтому идей много, будем работать. Нам очень приятно, что вот эти ребята, которые из года в год участвуются в соревнованиях WorldSkills, они не уходят из системы подготовки кадров, они остаются в колледжах и уже свой опыт передают следующим поколениям. Рустам Мениханов подчеркнул, профессиональные кадры востребованы в республике. Поручил держать этот вопрос на постоянном контроле профильным министерствам и ведомствам. Обращаюсь к присутствующим здесь нашим коллегам, профильным министерствам и руководителям. Такие кадры должны быть востребованы прежде всего в нашей республике. И, конечно же, я просил держать эти вопросы на особом контроле. Победители получили благодарности от президента республики, кабинета министров. Ребята уже начали подготовку к следующему мировому чемпионату. Пройдет он в ноябре следующего года в Шанхае. В Татарстане определяют инженера года. Сегодня в Казани стартовал очный этап республиканского конкурса. В финал прошли 109 человек. Участие принимают студенты вузов, получающие инженерную специальность, и уже работающие инженеры предприятий республики. Всего 12 номинаций. По итогам семинара, мастер-классов, тренингов и защиты работ станут известны имена победителей. В этом году у нас еще рано говорить о рекордах, но хочу отметить, что заявок больше, чем в первом конкурсе. У нас 278 заявок. И хочу отметить, что участие приняли более 70 организаций и трудовых коллективов республики Татарстан. Благодаря тому, что мы создали такую площадку, где собирается весь опыт знаний, так скажем, и конкурсантов, и членов конкурсной комиссии, идет дальнейшее тиражирование лучших практик на предприятии. И от этого выигрывает вся республика в целом. В Татарстане продолжается бесплатная газификация. Сегодня в Рыбной Слободе на год раньше к системе газоснабжения подключили 197 домовладений. Теперь в домах будет теплее, а расходы сократятся. Для собственников услуга бесплатная по республиканской программе. Как теперь изменится жизнь в поселке узнавал Тагир Валиди. Под фанфарой в Рыбной Слободе начинается новая жизнь. В 197 домовладений поступил долгожданный газ. Первыми воспользоваться благами цивилизации смогла семья Гизятова. Когда мне муж позвонил, я была на работе, он говорит, у меня хорошие новости, нам дают газ. Я там очень обрадовалась, аж даже расплакалась. Длины испекли. До этого я варила мультиварки. Конечно, неудобно было в этом плане. Не все. Там можно было варить суп, кашу. Вот такие вещи только. Дома теперь не только вкуснее, но и теплее. Газовое отопление эффективнее электрического. Кроме того, газ обходится дешевле. Электрический котел у нас стоит. Отапливать с ним. Но по денежным коэффициентам это выходит очень дорого. Газ появился здесь в рамках региональной программы газификации. По ней в Рыбной Слободе был построен газопровод низкого давления протяженностью 10 километров. Почти у двух сотен семей сегодня появилась возможность пользоваться газом. Для этого жителям необходимо разместить у себя газовое оборудование, например, колонки и плиты, и подвести домовые коммуникации к этой магистральной трубе. После объединения систем в доме появится голубое топливо. Комфорт побуждает целые семьи возвращаться обратно в родные села. Так в Рыбной Слободе появился новый микрорайон – Северный. Люди строятся, возвращаются. Вот только что мы были в одной семье, где произошел запуск газа. Они буквально 12 лет жили в городе, вернулись в Рыбную Слободу, в родную свою Рыбную Слободу уже. Построили дом. И, соответственно, долгожданный праздник не только для них, но и для нас, всех рыбнослободцев, вот это событие. В этом году мы ввели такие же газопроводы в населенном пункте Юлбат Савинского района, в населенном пункте Пермяки Высокогорского района. Вот настал черед в населенном пункте Рыбная Слобода, микрорайон Северный. Программа до газификации рассчитана до 2023 года. Она охватит почти 100% домовладений республики. Тагир Валиди, Олег Мыльников, ТНВ, Рыбнослободский район. В Татарстане может появиться центр мембранных технологий, а Савинский район станет пилотной площадкой сети фермерства. Сегодня об этом говорили на очередном заседании Совета Татнефтехиминвестхолдинга. Его провел Рустам Мениханов. Традиционно здесь обсуждают прорывные идеи для развития республики. Сегодня представили 4 проекта, а самых интересных Рамиль Галиулин. Стоимость продукции, отгруженной базовыми предприятиями, сохраняется на уровне исторического максимума. Так, основные компании нефтегазохимического комплекса Татарстана заработали почти полтора миллиарда рублей. Выросла добыча нефти, также производство моющих средств и каучуков. За 9 месяцев базовые компании перечислили в бюджеты всех уровней 500 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Отчисления в консолидированный бюджет республики Татарстан выросли на 61%. За январь-сентябрь перечислили 62 миллиарда рублей. Поступление от компаний химии и нефтехимии на историческом максимальном уровне. Свои предложения по улучшению экономики предприятий представили ряд инновационных компаний. В планах у владимирских специалистов создать в Татарстане комплекс по мембранной переработке молочной сыворотки, аналогов которых нет в России. Он должен решить сразу две проблемы. Это экологическая проблема, которую мы имеем, когда небольшие предприятия сливают сыворотку так или иначе, или отправляют на утилизацию, на что тоже тратят деньги. Это с одной стороны. С другой стороны мы решаем проблему импортозамещения, потому что практически 100% молочного белка мы сегодня импортируем. Рустам Мениханов поручил изучить применение таких технологий министру сельского хозяйства, даже несмотря на дорогостоящий проект, больше двух миллиардов рублей. Это практически оборудование только, еще строительство, инженерка, плюс практически еще столько же. Может быть какое-то субсидирование можно получить выйти на министерство сельского хозяйства, потому что эта тема все равно, она связана с экологией. Сыворотку надо использовать. Давайте продумаем. Московские специалисты предложили создать цифровой сервис для молочных ферм. Он поможет прогнозировать и управлять агрокомплексом. На текущий момент мы работаем с компанией Агросила на площадке в Заинске. Уже за период с апреля по сентябрь нам удалось сократить затраты на кормление на 2 рубля в одном килограмме молока и сократить упущенную выгоду предприятия более чем на 230 тысяч рублей ежемесячно. Модернизировать сельское хозяйство предложил и Виктор Никитин. Он представил идею модульных хай-тек ферм. Модулис позволяет наращивать быстро эти фермы, запускать их в течение нескольких дней после доставки на площадку нашего клиента. Они климата независимые. То есть сегодня подтверждено, мы работаем в диапазоне минус 35, плюс 55. В пилотном режиме две такие фермы появятся в Сабинском районе. Давайте начнете и потом будем тиражировать. Три месяца времени. Через три месяца съездим, посмотрим. Все сегодняшние предложения президент поручил рассмотреть детально. Рамиль Галюль, Надель Миндубаев, ТНВ, Казань. Рустам Мениханов сегодня провел заседание Совета директоров ТАТ-нефти. Рассмотрели итоги исполнения бюджета с начала года и финансовый прогноз на 2022. Говорили об уменьшении выбросов парниковых газов в атмосферу. В ТАТ-нефти для этого разрабатывают технологию улавнивания и захоронения углекислого газа. Еще одно современное и актуальное направление в работе – использование возобновляемых источников энергии. За девять месяцев малые нефтяные компании Татарстана добыли более пяти миллионов тонн нефти. Итоги работы сегодня подвели на совещании в Доме правительства. Его провел Рустам Мениханов. Как доложили президенту, введены в эксплуатацию 202 новые скважины. К концу года компании планируют добыть не менее семи миллионов тонн нефти. В Нарвском кладбище в Казани сегодня простились с известным краеведом, публицистом и журналистом Львом Жоржевским. Ему было 76 лет. Лев Жоржевский очень любил Казань и делился своей любовью к столице Татарстана с другими. Всю свою жизнь он знакомил людей с историей города, написал множество очерков в татарстанских СМИ, вел блоги. Историю не следует расцвечивать. Она и без того интересно утверждал в своих материалах Лев Жоржевский. Поразительно, насколько человек больше думает всегда о других, чем о себе. Лев Жоржевский, ярчайшая фигура казанского краеведения. Много печатался, выпускал книги, знал о городе все и писал остро, интересно и иронично. Так сегодня говорит каждый, кто пришел с ним проститься. Он был такой светоч, по которому можно было ориентироваться и всем краеведам, экскурсоводам, ну и в том числе журналистам, потому что он понимал силу печатного слова, слово сказанного в эфире и следил за его чистотой, правильностью и приверженностью фактов. Дикобр Бобровский, Генрих Клепацкий и Дашнейрсон – это все Лев Жоржевский. Он часто печатался под псевдонимом. В своих колонках рассказывал, чем жила Казань до революции, как город посещал император Николай I, как образовалась ТССР. Его заметки в газетах, ну в Вечерней Казани, в Ведомостях, в Советской Татарии читал еще, извините, когда в школе учился. Он имел доброе, бескорыстное, абсолютно сердце. Я, пожалуй, не знаю, редко-редко попадется человек, который так спокойно готов делиться той информацией, которую он собирал на протяжении всей своей жизни. Два года назад Лев Жоржевский выпустил книгу о казанской старине и не только. Последний труд – недавно напечатанная романтика старых расписаний. В его книгах и заметках немало рассказов о Ленинграде, где он прожил 20 лет, о службе в армии, о работе на казанерксинтезе в институте имени Арбузова. Таких знатоков, наверное, не будет. Почему? Потому что Лева, по сути своей, всегда докапывался до самой сути. То есть работал с архивами, в архивах был очень тщательным человеком. Будучи признанным знатоком, он входил в экспертную группу из историков и краеведов при Комитете Республики по охране объектов культурного наследия. Клик Мюсейш, он останется всегда с нами. И то, что он делал, это очень хорошо. Я его не знала лично, но я была поклонником его таланта. Это был один из источников, где мы могли почерпнуть знания об улицах, о быте, о всех этих казанских новшествах. Его наследие теперь хотят переиздать и оцифровать, чтобы об истории Казани узнали как можно больше людей. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани презентовали анимационный ролик и книгу об истории татарского народа. Их подготовили в Институте истории Мэрджани специально к всероссийской переписи населения. В этих работах освещена краткая история татар. Рассказываются основные события в культурной, научной и духовной жизни великого тюркского народа. Татары проживают в самых разных уголках России и планеты, однако каждый татарин ощущает единство своего народа, подчеркивают авторы. Мы все живем сегодня, ну большинство из нас, на исторической территории нашего древнего государства Золотой Армии, где мы начали формироваться как этнос. Но почему у нас существуют еще и другие субэтнические группы, как астраханские, крымские, сибирские и так далее, и так далее. Вот не зная этого периода истории, мы не поймем, почему возникло вот такое разнообразие среди различных субэтнических групп татарского народа. Я думаю, что вот этот ролик в такой доступной популярной форме дает ответ на эти вопросы. Сегодня завершается автомарафон радио Китаб, который прошел в Татарстане и Башкортостане. За три дня диджей и артисты проехали почти тысячу километров и побывали в 18 городах и районах. В каждом дали небольшой концерт. В программе любимые песни, стихи татарского и башкирского народов. Как и любое путешествие, не обошлось без приключений. Как участники марафона вдруг стали VIP-гостями, с личным сопровождением детали поездки в нашем репортаже. Это первая остановка автомарафоновцев на территории Башкортостана. О том, что радио Китаб пользуется такой популярностью, раньше не знали. Им обеспечили надежную безопасность с первых минут пребывания. У вас сколько человек, сколько техники, сколько машин? Сколько человек? Семь человек. Еще ожидаются? На самом деле мы тоже так подумали, что они беспокоятся за нашу сохранность, за нашу безопасность. Поэтому мы вот так вот с юмором это все восприняли. Брендированный автобус радиостанции Китаб по всему маршруту, как почетный караул, сопровождала охрана. Мы почувствовали себя VIP-персонами, признаются артисты. Мы VIP-гости, поэтому за нами едут. Вчера мы приехали в Башкортостан, и нас очень радушно там встретили. Полиция и администрация переживали за нашу безопасность, провожали нас с машинами. Но зато ощущали себя VIP-гостями. Дюртюли, Верхний Иркеев, Чекмагуш, везде представителей радио Китаб ждали местные жители. Говорят, был дедушка, который проводил со слезами на глазах. В Уфе на площади перед театром Нур артисты сначала возложили цветы к памятнику Тукаю. Возле театра Нур поставили полноценный концерт. Там собралось около сотни наших радиослушателей. Молодые люди Уфы, они там вместе пели, танцевали. То есть провели очень хорошее время напротив театра Нур, около памятника Тукая. Сегодня автомарафон продолжился в Туймазинском районе, где артистов встретили с Баурсаком и спели уже для участников марафона татарские песни. Здесь большинство жителей татары. Этим вечером артисты выступят в Альметьевске и уже завтра завершат марафон в Казани. Лина Зинатульна, Игуль Батрудинова, ТНВ Башкортостан. Завтра в Казани состоится юбилейный фестиваль Софии Губайдулиной. В этом году она отмечает 90-летие. Завтра на концерте София Асгатовна примет участие онлайн из Германии. В Татарстане продолжается череда мероприятий, посвященных известному композитору и классику мировой музыки. Сегодня в Казанской ратуше открылась международная художественная выставка. Здесь представлены около 50 картин художников из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Латвии, Германии и Франции. Одна из них написана за ночь. Позавчера я посетил концерт в БКЗ. Здесь вот рядом посвященный Софии Губайдулиной. Просто вот какой-то был открыт канал, информация, по-видимому, после этого концерта. И она меня вот как бы сподвигла к созданию произведения. Эта выставка пройдет несколько дней, потом она переедет полностью в Кремль, в Казань-Эрмитаж, в выставочный зал. И там уже будет возможность у зрителей ознакомиться более долгое время. Сегодня также презентовали новую книгу-альбом «Под знаком любви», подготовленную к юбилею композитора. Она создана Центром современной музыки Софии Губайдулиной. Здесь собраны цитаты композитора, отрывки из интервью, воспоминания известных исполнителей и дирижеров. Внутри книги диск с новым документальным фильмом о любви и ненависти на основе интервью Софии Асгатовны. В том его уникальность, он раскрывает ее подход, как она творит, что она вкладывает. Это не просто композитор, это наша с вами землячка. Ее корни в Казани. Для нас очень важны ее мысли сегодняшние. Она просит, она как вектор настаивает, что молодые люди должны очень многое образовываться. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование. Индивидуальный подход. Казань. 204-2700. Диабетики, внимание! Для вас глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и иглы. Бесплатный обмен неисправных глюкометров. Магазин Диабетика. Улица Седова, 9, 259-19-91. В Татарстане испокон веков ценили живую энергию дерева. Новые технологии в помощь традициям. Пружинный узел сила ускорит строительство, придаст прочность и сохранит тепло. Хочешь дом, как из сказки? Применяй реальные технологии. В Театре Камала большая премьера. 4, 5, 6 и 7 ноября спектакль «Дорога». Автора депутанта Альберта Шакирова. Режиссер Рамиль Гараев. Художественный руководитель Фарид Пикчентаев. Билеты к продаже для зрителей старше 12 лет. Здравствуйте. Очередной пасмурный циклон несет новые порции осадков, а в последующие сутки еще и похолодание. О погоде на четверг чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в «Данил Мастер». Только до конца октября. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в четверг на Юго-Востоке в Бугульме, во влах Азнакаева будет довольно тепло, но пройдут дожди. Вечером возможен снег. Тепло, но дождливо в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге. Осенняя пора такая изменчивая. И не знаешь, какая погода будет нас встречать на следующий день. Поэтому одевайтесь, всегда тепло, берегите свое здоровье. В Агрызе Менделеевске, Актаныши ветер сменит направление на западный. Но тише не станет. Будет пасмурно и сыро. На северо-западе в Арске, в Кукмаре, Балтасим. Днем дожди. А к вечеру синоптики обещают снег. Температура около 5 градусов со знаком «плюс». В Болгарии, Држаном, Буинске, теплые воздушные массы удерживают довольно высокую температуру для этих дней. Около 7 градусов выше нуля. Но пасмурный циклон прольется дождями, местами с мокрым снегом. В Чистополе, Вальметьевске, Мамадыше температура не изменится. Также синоптики обещают дождь. Синоптики сулят нам в пятницу значительное понижение температуры в ночное время. Снег и гололед. Будьте предельно внимательны. Гиделикс – капли сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьёй. Гиделикс облегчает от кашля, не оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Гиделикс облегчает от кашля, не оказывает спазмолитическое действие. Влажность воздуха – 83%. Магнитное поле Земли неустойчивое. О погоде всё. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.